Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Исследователь средневековой литературы, русской классической литературы, специалист в области общего языка знаний. Пожалуйста. Спасибо. Так и возникла эта тема, которую он одобрил, и хотя она плохо вписывается в сегодняшнюю программу, быть может, кому-нибудь она тоже будет интересна, и кто-то вспомнит про меня и вздохнет украдкой. Там будет видно. Итак, изобразительные истоки языка. В сущности, изобразительные истоки языка, тема, которую я... Заголовок, который я придумал для своего сообщения, это перелицовка вопроса о произвольности знака. Во всем общем языкознании нет темы более банальной, тривиальной, изжеванной и всем надоевшей, чем произвольность знака. При этом кое-что здесь, однако, можно сказать, что и менее тривиально, и менее банально. Тем более, что лучше бы говорить не о произвольности знака, а об его условности. Хотя Сосюра употребляет термин арбитрар, и, естественно, он также переведен на все европейские языки, но речь идет, конечно, не об абсолютной произвольности лингвистического знака, а об его условности. Доводы в пользу Сосюра и против Сосюра известны уже более ста лет, и на них я остановлюсь чрезвычайно кратко, поскольку те, кому они интересны, те о них уже знают и слышали много раз. Но как введение к основной части моего сообщения, было бы полезно сказать несколько слов и об этом вопросе. Что значит произвольность знака в таком классическом смысле слова, как это учит первокурсников, слушающих курс вопроса ведения в языкознания? Идея, конечно, совершенно очевидна и всем знакома, что если мы слышим какое-нибудь слово на иностранном языке, то мы не можем знать, что оно означает. Что когда мы слышим вообще какое-то слово, у слова как такового, у фонемы нет значения, а все, что происходит потом, это в какой-то мере вторично. На этом и держится вся структурная лингвистика, на этом она и держится со времен выхода книги Сосюра. Но есть некое, что считается неким исключением, а в самом деле исключение, это не совсем исключение, о том, что существует два аспекта, которые как бы подрывают вопрос о произвольности или об условности знака. Это звукоподражание и звуковой символизм. Принято говорить так, что, ну, конечно, всем известно и то, и другое, но и звуковой символизм, и звукоподражание, это маленькие уголки языкового употребления, и они не могут нарушить то главное, ради чего придуман был термин, термин Десосюра. Говоря об этом, люди говорят, ну, конечно, есть му, и есть мяу, и есть гав-гав, но на мяу и гав-гав далеко не уедешь. Все-таки в нашей речи, в нашем языке главное не эти слова, а главное все остальное. Так говорят, что касается звукового символизма, то эти вещи тоже хорошо известны. Есть какие-то слова, которые сами подразумевают свое значение. Эти опыты, которые проделаны в рамках так называемой психолингвистики, дают совершенно устойчивые результаты. То есть рисуют на доске тонкого человека, который называется БИП, и толстого человека, который должен называться БАП. И детей спрашивают, который из них БИП, который из них БАП. 100% тонкого человека называют БИП и толстого человека называют БАП, независимо от фонологической системы языка. Это совершенно давно уже хрисоматийный образ и пример, который всем известен. Это все на уровне первого курса введения вопроса языкознания. И те, кто это знает, они думают, что таких слов в сущности мало, и если и есть 1-2% подобных слов, то большой роли они не играют. С ними можно смириться, как можно смириться с любым неприятным исключением. Но когда начинаешь заниматься этим вопросом всерьез, а всерьез им занимаются только те, кого интересует этимология, то есть те, которые реально исследуют историю слов, они с ужасом убеждаются, что слов такого рода десятки, сотни и тысячи. То есть, отрываясь от МЯУ и ГАВ-ГАВ, оказывается, что на звуковом символизме и на звукоподражании построено гораздо больше, чем мы думаем. Половина или больше половины – это большой роли не играет. Трудность заключается в том, что большое количество слов, которые мы называем звукоподражательными, звукоподражательными – не очевидно. То есть, действительно ли собака говорит ТЯВ-ТЯВ или ГАВ-ГАВ? Само собой, разумеется, это попытки людей передать собачий лай, а не то, что произносят реальные собаки. Английские собаки говорят БАУ-ВАУ, но ни одна собака не может произнести УО, поэтому совершенно невероятно, чтобы какая-нибудь собака говорила БАУ-ВАУ. Другие говорят БАРФ-БАРФ-ЯП-ЯП-ЯП. И уже эта синонимия сама по себе подозрительна. Слишком не может быть, чтобы разные породы собак по-разному лаяли именно таким способом, как это говорят. В седьмом томе, кажется, в седьмом томе, я не помню сейчас номер, сравнительного темологического словаря славянских языков, в Трубачевском словаре, сказано, что слово КАМАР звукоподражательный, потому что комары жужжат ком-ком. Я всю жизнь прожил среди комаров. Притом это было не по моей воле. Я видел гигантских комаров в Закавказе. Я видел самых злых комаров на свете в Псковской области. И живу в штате, в котором больше комаров, чем кого бы то ни было вместе взятых. Ни один из них никогда не жужжит ком-ком. Поэтому надо иметь большую дозу воображения, чтобы поверить, что слово КАМАР звукоподражательное. Но очевидно, что Трубачев верил, и очевидно, что Институт русского языка в это верил. То ли они никогда не были в Псковской области, то ли вообще никогда не выезжали из сектора. Иначе бы они так не сказали. Но даже такие слова, о которых хрестоматийно известно, что они звукоподражательные, они тоже вызывают большие затруднения. Например, существует десятки слов, которые начинаются на full в разных языках, и все они означают что-то текучее. Вроде английского flow, немецкого fließen, оба слова германских, поэтому в этом нет ничего удивительного. Но что в этом full уж такого текучего, если вдуматься? Однако что-то есть. Все эти английские слова, текучесть, неровное движение, слова, которые означают порхание, всяческие flitter, flatter и так далее, ничего в них порхательного в сущности нету. Так вот принято считать, что это так. При этом full означает то же самое. От этого постоянные муки. Почему английское flow является родственным латинскому fluere, а не только plure? Существует прекрасная работа. Но этот символизм вторичен. То есть, если я вас сумею убедить, что full и pls символистского типа или звукоподражательный, вы поверите и будете это слышать. Символизм почти всегда вторичен. Кроме знаменитых примеров, что и это нечто маленькое, а это нечто большое. Кроме этого, примеров таких, они все вроде того жужжащего комара, который якобы говорит ком-ком. Поверить в это довольно трудно. Например, у меня с full не связано ничего текучего. Full, full и есть. То же самое даже там, где есть звук r. Все эти бесконечные слова типа гром, греметь, crash, crash, действительно в них есть r. Но существует масса ласковых слов, в которых такие же r, и они этого не означают. Существует десятки слов, которые начинаются на sl, вроде русского слова «слякоть», а по-английски их еще много. И все это гнусные какие-то слизкие, склизкие, слякотные слова. Но в слове «слуга» ничего склизкого, в слове «слышать» тоже ничего склизкого. То есть это вопрос чисел, сколько-то таких, сколько-то не таких. То есть что-то есть, но что есть неизвестно. Вот это и есть примерно то, с чего бы я хотел начать. То есть то, что относится к общеизвестному количеству фактов. Неуниверсальность звукоподражания, неуниверсальность звукового символизма – это то, что всегда говорит против того, что знак неусловен. С другой стороны, то, что для большинства людей мы находим эти ассоциативные связи, это свидетельствует о том, что это не выдумка, что это действительно так и есть. И это хорошо видно в исторической семантике, когда, например, в английском «gl» очень часто означает вещи светящиеся, сверкающие и прочие всяческие слова типа «glitter» и прочее. И мы видим, как некоторые слова, как, например, название, поэтическое слово, которое мало кому известно, кто не читал там Вальтер Скотта и литературу XIX века, устаревшее слово «glave», которое означает «меч», оно означало «копье». И почему бы вдруг оно стало означать «меч»? Возможно, потому что начинается на «gl», а «меч» обычно вещь сверкающая. Может быть так, может быть нет. Есть английское слово «слизы», которое сейчас употребляется только в сочетании как «sleasy politician», то есть такой политик, который делает грязные дела. «Слизи» ничего подобного не означало ни в XVIII, ни в XIX веке. Это было нечто тощее, тонкое, незначительное, но, видимо, нельзя быть политиком и начинаться на «сл», чтобы не превратиться в негодяя. Поэтому слово «слизи» приобрело то значение, почти которое русское слово «слизь». То есть что-то в этом есть, но вот что есть, неизвестно. Лингвистика, как вы знаете, с началом структурных методов объявила себя точной наукой. Лингвистика никогда не была точной наукой, и чем точнее она становится, тем скучнее и неинтереснее. Именно поэтому вся лингвистика последних 60 лет, которая упивается формализацией, это и есть та гибель лингвистики, которая привела к тому, что мы сейчас видим. То есть человек говорит что-нибудь простое, вроде того, что существительное стоит после прилагательного, или наоборот, в этом языке прилагательное стоит до существительного. А потом говорит, формализовать это можно так. И на полстраницы идет формула с квадратными фигурными скобками, которая означает, что в данном языке существительное стоит после прилагательного. Или наоборот, прилагательное стоит после существительного. То есть эти полстраницы создают видимость алгебраической или геометрической или логической точности, ничем таким подобным не являясь. Поэтому трудно сказать, где мы находимся с вопросами звукового символизма и звукоподражания. Но они существенны, как я сказал, не столько в плане общего языка знания, сколько в плане исторического языка знания. Постоянно занимаясь происхождением слов, я уже 20 лет пишу английский этимологический словарь. Никогда, конечно, его не допишу, это совершенно ясно. Надо было, как Майерхоф, начинать со студенческой скамьи. Вообще этимологические словари и воспоминания надо начинать писать в молодости, потому что в старости их уже написать невозможно. Я хорошо знал, что мне не успеть написать это до конца, и все равно мужественно пишу все эти вещи. Сколько напишу, столько напишу. Вот Яков Гримм умер в середине буквы F, и все всегда спрашивают, поскольку по-английски F-word – это всегда только похабное слово, то все спрашивают в середине какого F-word умер Яков Гримм. На этот вопрос существует несколько легендарных ответов, видимо, оба апокрифические. Так вот, я пишу 20 лет уже этимологический словарь, и не было бы моего сегодняшнего сообщения, если бы не этот словарь. Я постоянно убеждаюсь в том, да, это слово, скорее всего, звукоподражательное. И это, возможно, звукоподражательное. То есть я с ужасом убеждаюсь, что чем дальше влез, тем больше звукоподражания. То есть это не просто гав-гав и тяф-тяф, что действительно сотни слов таковы. Составители оксфордского словаря, словаря великого, замечательного и несравненного – народ чрезвычайно консервативный. А следующее поколение, после смерти отцов-основателей, еще более консервативный народ. И поэтому не склонны ни к каким фантазиям. Но и они постоянно пишут, видимо, звукоподражательное, видимо, звукоподражательное. Сравнительно недавно умерший Санислав Воронин, который занимался так называемой фоносемантикой, написал, по-моему, превосходные работы на эту тему. А вообще библиография о звукоподражании – это толстый том с почти 10 тысяч названий. Притом составленное человеком, который по-русски не читает. Если бы он добавил еще русские работы, то почти удвоился бы этот том. И это все невздорные работы, то есть это не фантазии. Действительно, всякий человек, который занимается историей слов, непременно натыкается на звукоподражание и, может быть, в какой-то мере на символизм. Так что же происходит в истории языка с этими вопросами? То есть то, что интересует меня больше всего и к чему предыдущее было в какой-то мере вступление. Когда-то Газов Гинсбург написал книгу, был ли изобразительный язык в своих истоках. Ответ его, конечно, да, был. А потом написал книгу, был ли, ему материал сугубо семитский. И вторая книга была о семитской флексии, в которой он тоже доказывал, что да, конечно, язык был изобразительный на своих истоках. И вот тут возникают вопросы гораздо более существенные, чем просто общее рассуждение о том, много или мало слов типа «тяф-тяф». Если язык был изобразителен в своих истоках или в своих началах, то что именно он изображал? Вопрос, сам термин «изобразителен» оказывается в высшей степени расплывчатым и абстрактным. Существенно, видимо, характер иконичности, то есть характер того, что же он изображал. Мне известны три возможных ответа на этот вопрос, независимо от Газова Гинсбурга, разумеется. Никто из них никогда о Газове Гинсбурге не слышал. По-русски вообще никто не читает. Чтобы не было никаких иллюзий, когда кроме словистов по-русски никто не читает. Поэтому самые лучшие работы, которые были написаны по этому вопросу, ушли в черную дыру, если они не были переведены хотя бы на какой-нибудь малоизвестный немецкий язык, который тоже почти никто не читает, но который положено читать. При этом сноски, которые мы видим в научной литературе, таковы, что ни один уважающий себя индивидурист никогда не признается, что не может читать на санскрите. Но по-русски или по-польски кто же читает? Помилуйте, это же только какие-то чудаки будут читать по-русски. Санскрит, пожалуйста, да. Или там, скажем, вот на лувийском, жалко, нет, Вячеславович. Ну, по-русски мы все, что болтаем свободно. По-русски это, к сожалению, вещь невозможная. Поэтому работы эти учтены мало, а по фоносемантике, по исторической фоносемантике написано по-русски масса превосходных работ. Так вот, кроме тех, кто, конечно, знает русские работы, какие были три ответа на вопросы о том, что же мог изображать язык в своих истоках, если он был изобразителен? Мне известно три ответа. Может быть, этих ответов больше, но мне кажется, их можно более-менее объединить в те три, которые я назову. Самый наивный ответ. Все слова, которые были вначале, были звукоподражательными. Это, по-моему, совершенно невероятная точка зрения. Подумать, что все слова были звукоподражательными, слов все-таки много. И не все на свете гремит, шипит, кричит, рвется. Есть что-то такое, что не издает таких звуков, которые бы можно было сюда подвести. При этом есть хорошие книги, совершенно загубленные этим взглядом. Особенно не любили это немцы в начале 20 века. Работ таких довольно много. Если вообще хотеть что-то свести к какому-то архетипу, то это всегда удается. Достаточно самой гипотезы, чтобы подогнать что угодно под ответ. И поэтому можно подогнать это. Можно что угодно сказать, что есть падение, есть мягкое падение, есть медленное падение. Но тогда это расплывается настолько, что становится совершенно неинтересным. Итак, первый изобразитель был, потому что все древние языки или начало человеческой речи, оно все было звукоподражательным. В высшей степени малопривлекательная гипотеза. Вторая, которая больше связана с звуковым символизмом, и в которой большие возможности, чем в первой, состоит в том, что язык сугубо основан на звуковом символизме и на формах предметов. Действительно, примеры здесь есть поразительные. Например, это было известно давно, и уже в 20-х годах были очень хорошие работы по этому вопросу. От языков Африки и Северной Америки до Индонезии названия разных сосудов, или, лучше сказать, всяческих вместилищ, все имеют корни либо КБ, либо КП. То есть они все вроде что-то кубка или ковша. То есть это совершенно поразительно. Все эти КП и прочее во всем мире, всяческие корзины, все имеют вид КБ. При этом от этого никуда не деться. Но совершенно непонятно, почему это происходит. Что в корзине такое КБшное, что делает необходимым эту связь. Но даже если это признать как факт, то и факт чрезвычайно интересен. Те, кто занимался звуковым символизмом, безусловно, показали на психолингвистическом уровне, что слова имеют для нас связь со многими вещами. Некоторые хорошо известны. Цвет и звук, синестезия. Это самое лучшее. Всегда приводится пример Скрябина, но кроме Скрябина были и многие другие, которые ассоциируют звук с светом. Это самый знаменитый пример. Но круглость и, если можно так сказать, плоскость, расстояние от говорящего, я только назову эти критерии без всяких примеров. Примеры эти можно найти где угодно. Размер, тепло, холод, тупое, острое. Все это более-менее отражается в фонетическом облике слова. Поэтому такие метафоры, которые мы знаем, лучше всего мы знаем метафору в русском мягкие, твердые, согласные. Но они, конечно, не мягкие и не твердые. Но что-то в них есть, что они все называются муирт, и все это муиром. Все эти вещи мягкие и твердые. А если взять все метафоры, которые существуют, чего там только нет. Вот в норвежском, например, есть толстое эл. И вы никогда не угадаете, ну как произносится толстое эл? Чем оно отличается от тонкого эл? Но когда вы его услышите, то вы понимаете, да, действительно толстое. Хотя, конечно, для этого надо знать, что оно называется толстым. Тогда начинаешь в это верить. То есть эти метафоры имеют психолингвистическую реальность. И вот вторая гипотеза заключается в том, что да, язык был действительно изобразительным в своих истоках, потому что что-то в нас непременно соответствует звуку. Что-то в этом есть. Что-то есть, конечно, из звукоподражательной гипотези, но что-то есть и в этой второй. И третья, которая была необычайно знаменита, причем имейте в виду, что все эти гипотезы, они развивались не безумцами, ну, вроде Мара, там, скажем, или Хомского, то есть не демагогами, которые просто увлекали за собой талантливых юношей, а людьми, которые были серьезными лингвистами, прошедшими иногда хорошую эндоверапевистскую школу, а иногда сами создавшую школу, и которые верили в то, что говорили, не потому что это были фанатики, а потому что действительно знали материал, это теория жестов, тоже очень хорошо известна из общего языка знания. Теория это в двух словах. Все это выглядит в моем докладе в крайне отглупленном виде, потому что все они представлены сознательно в пародированном виде. Иначе, если представлять их серьезно, то нужен курс лекций, а не сорокаминутный доклад. Я точно знаю, что у меня 45 минут, и потом, если есть 10-15 минут на вопросы, то я на них отвечу. Вопрос теории жестов примерно такова, что начальный язык был языком жестов. В это же верил Марр, в это верили очень многие. Марр это не придумал. Марр это взял в Норре, это все хорошо известно, история это все хорошо известно. Это не так интересно и абсолютно недоказуемо. Но главное в этой теории, что интересует меня в контексте моих рассуждений, что люди когда-то не говорили звуковым языком, а только жестикулировали. Вот как сейчас. И когда они разводили руками или что-нибудь делали так, то невольно что-то происходило с органами речи. Вот я разведу руки, и щеки у меня вытянутся. Я вытяну руки вперед, и это прообраз билобиального звука. То есть я сделаю так, и одновременно незаметно для себя сделаю вот так. А потом люди разучились пользоваться жестами, вернее научились ими не пользоваться. И как говорит один из наиболее знаменитых защитников этой теории, первостепенные актеры ушли, и как всегда бывает в конце настоящей трагедии, остались только второстепенные персонажи. То есть мы бы и рады жестикулировать, но как-то это для нас сопровождающий элемент, а когда-то он был главным. Все это выглядит, на мой взгляд, совершенной фантастикой. Не только потому, что невозможно доказать первичность языка жестов, для этого нет никакого экспериментального материала, кроме того, что одни люди жестикулируют много, другие мало, третьи, которых обучили в детстве держать лошадь и вилку, как следует, также их обучили не размахивать руками при разговоре. Это уже зависит исключительно от факторов, которые трудно подаются учету. Но что-то, наверное, в этом есть тоже. Только вторая теория, толстый, тонкий и прочее, в ней что-то есть реальное. В первой звукоподражание, конечно, тоже. И так прослеживается, что, следовательно, вот это было так. Но как же быть с экспериментальным материалом? Что здесь можно доказать? При этом я хотел бы сказать, что повторить то, что я уже говорил. Если есть изначальная гипотеза, то факты удивительно их подтверждают. Причем одни и те же факты подтверждают любую гипотезу. Это унизительно для нас, которые считают себя строгими учеными, ну или если не учеными, то хотя бы строгими людьми, ну или на худой конец просто исследователями, младшими научными сотрудниками, старшими научными сотрудниками, но все-таки научными сотрудниками. Но нет такой гипотезы, которую при желании нельзя было бы доказать. И которую нельзя было бы опровергнуть. Значит, если это все так происходило, то можно это как-то доказать. Но, разумеется, вопрос этот придумал не я. Это был вопрос задан раньше. Изучается это на материале современных языков. И вот оказывается удивительная вещь, что все современные языки прекрасно подтверждают любую из трех гипотез. И это вызывает некоторое изумление. То есть и современные языки все еще находятся на той архаичной стадии, на которой находился пра-язык, из которого мы все выросли. Когда же возник человеческий язык? Вопрос этот, как вы знаете, на него нет ответа. И не может быть ответа. Обзоры, которые пишутся, из-за которых дают докторские степени, хорошие обзоры, последний был написан пять лет тому назад, очень хорошим ученым шведам, написанный на очень хорошем английском языке, поэтому доступный всем, кто читает по-английски, то есть почти всем. Он рассказывает о всех гипотезах. И здесь речь идет о каких-то жалких 20 тысячах лет. То есть это прямо позавчера. Это за 10 тысяч лет до пирамид. Это вообще ничто. Это прямо действительно какие-то прадедушки. До полумиллиона лет. Но даже если взять лучший вариант, 20 тысяч, ну 30 тысяч, ну 40 тысяч лет, то это цифры для исторического языкознания абсолютно фантастические. Ну что же мы знаем о языке? Когда я говорю «мы», я говорю об индоевропейстике, потому что о других вещах я знаю чрезвычайно мало. Только по наслышке и только из чтения других работ. Что такое 40 тысяч лет для, даже для такого человека, как самый-самый прожженный индоевропейст. Ну больше, чем за 4 тысячи лет, как на середину Днепра. Никто же из нас не смеет даже и взглянуть. А тут 40 тысяч лет. Значит, там мы ничего совсем знать не можем. И получается, что за эти 40 тысяч лет изменилось так мало, что можно вполне проследить все, что происходит. Причем сравнивались языки разных групп. Это было необходимо. Скажем, турецкий, иракевский, о котором, если мало знать, то и сказать нечего, как мы знаем из Козьмы Пруткова. И английский, и прочие-прочие вещи. И все они прекрасно подтверждали начальную гипотезу. Это совершенно невероятно. Меняются ли языки? Мы, конечно, знаем, люди, которые знают тексты, все знаем, что языки меняются чрезвычайно. Тут у Газова-Гинсбурга есть одна хитрая загвоздка. Что да, одни языки меняются, а другие меняются мало. Вот семитские языки, они знамениты тем, что они необычайно стабильны. Конечно, в присутствии Александра Юрьевича мне что-то говорить о семитских языках было бы не только нескромностью, но и самоубийством. Поэтому я скажу только то, что говорили другие люди на эту тему, но мне, не зная ровным счетом ничего об истории семитских языков, я не говоря свободно ни на турецком, ни на каком другом языке, я все же подозреваю, что за 40 тысяч лет арабский как-то изменился. Так что даже если уж он очень консервативен, то что-то с ним, наверное, произошло. Все равно глубина хронологическая крайне невелика. Есть ли разрешение для этого парадокса? Если считать, что современные языки отражают древнее состояние, все гибнет. Они не могут отражать состояние ни полумиллионной глубины, ни на 40 тысяч. Но есть одно решение вопроса, которое, вообще говоря, блестяще. Оно может быть даже и правильно. Что здесь правильно, а что здесь неправильно, об этом судить мы не можем. Но речь идет о вероятности, как и все в этимологии, где нету ничего невозможного, но есть что-то совершенно невероятное, а что-то вполне вероятное. Это решение было придумано австрийским лингвистом Вильхельхем Орлем. Орль пишется через О-Э, не через Умлаут, а через О-Э, то есть как у Готте с расписанным О-Э. Он был швейцарским ректором, потом швейцарского Фрайбурга, и вообще человеком замечательным. И занимался всю жизнь одним делом. И правильно делал, потому что вот так и надо, не разбрасываться, а заниматься чем-то одним, бить в одну точку, и тогда к концу жизни что-то такое добьешь. Знает его умеренно, читает сравнительно редко, ссылается по необходимости. Я прочел все, что он написал. Дело в том, что работая над английским этимологическим словарем, я подготовил библиографию по английской этимологии. Она выйдет вот-вот через два месяца примерно. В ней более 20 тысяч названий. И я в качестве самой рекламы должен сказать, что я прочел абсолютно все, что написано об абсолютно всех словах, всех индоевропейских языков. И что у меня... Это не значит, что я все запомнил. Но я все... Или что я даже все понял. Потому что я прочел многое на языках, которых я не понимаю. Но все-таки прочел, просмотрел, вставил в компьютер и имею некоторое представление. Поэтому меня чрезвычайно трудно сбить вопросом, а вы это читали? Читал, читал. Конечно, конечно, конечно. А эту форму вы помните? Ну как же? 134-я страница 17-го тома. На этом меня сбить совершенно невозможно. Это я знаю лучше всех. И эта библиография, которую я сделал, она меня познакомила с работами Оля, которые мне очень нравятся. Опять же, разговор о том, правильная эта работа или нет, не стоит, но прекрасные работы. Его идея заключается в том, не так много. Есть одна большая книга, несколько брошюр и штук 12 статей. Они не очень доступны, но и не очень недоступны. Всякий, кто хочет узнать от меня, где они напечатаны, я пришлю вам этот список, сидите читайте. Они все по-немецки, так что кое-кто даже и может прочесть их. Так вот, Оль, который написал эти статьи, у него была идея о том, что он не занимается реконструкцией. И в этом его необычайно выгодное отличие от тех, всех остальных, которые именно реконструкцией занимаются. Он сказал, что у людей есть некоторые импульсы, которые он объяснить в сущности не мог. Потому что, опять же, примеры самые хорошие, они доказывают нечто об этих хороших примерах, а не обо всем остальном. Что у людей есть некие психические или психолингвистические, какие угодно, комплексы, которые заставляют их постоянно придумывать одни и те же слова в разные эпохи. То есть 40 тысяч лет тому назад они так говорили, потом эти слова забыли. Потом снова их придумали и снова их придумали. Его знаменитый пример был то, что во всем мире, вот вроде моего примера с корзинами, которые все почему-то имеют корень КБ. Причем совершенно необъяснимо, почему КБ. Что во всем мире люди, когда что-нибудь ловят или припрыгивают, говорят что-то вроде ХОП или ГОП. И действительно, они так и говорят. Его списки, а все читать его статьи невозможно, это просто списки. Ну вот, если кто из вас список кораблей дочитал до середины, то что тоже не так уж и мало. Есть еще каталог женщин у Гомера, который тоже не все, наверное, дочитали до конца. Но дочитать статью ООЛИ до конца совсем невозможно. Ее можно только просмотреть. Это списки, но это замечательные списки. Действительно, кто бы ни ловил мяч или прыгал, всегда говори что-то вроде не говори ГОП, пока не перепрыгнешь. Все говорят одно и то же. ХИП, ХОП, ГУП, ГАП. Что-то вот есть в нас, заставляет так говорить. То есть, идея заключается в том, что, конечно, мы не говорим на языке сорокатысячной давности, но сегодня мы говорим так же, как на языке сорокатысячной давности. Что-то в этом есть. Трудность заключается в том, что в этом списке, как всегда, как с корзинами, лучшие примеры проходят очень хорошо, а худшие примеры приходится подгонять. Какие-то слова прошли, а какие-то начинаются обычные этимологические игры. Да, здесь, видимо, были переставлены звуки. Нет, здесь не ХОП, а здесь ПОХ. Но это уже не так хорошо. Вот ХОП хорошо, а ПОХ уже не так хорошо. Но что ж поделаешь, один человек сказал ХОП, а другой сказал, пока прыгал, переставил согласно и получилось ПОХ. Назад прыгал. Назад прыгал, да. Или через голову переквырнулся. То есть, почему бы ему не сказать по-другому ПОХ? И таких примеров множество. Кроме того, оказывается, что не все эти слова означают прыжок. Некоторые означают уже положение после прыжка. Начинается та жидкая семантика, которую те, кто читал Мара, знают прекрасно. Можно найти семантические пучки, так называемые. Соединить можно в таких условиях что угодно. Когда-то Трубецкой сказал, что невозможно найти, это в начале основы фонологии, что невозможно найти общий различительный признак у чернильницы и свободы воли. Прекрасно можно найти. Свобода воли позволяет нам самым текучим образом производить разные вещи, а из чернильницы льются жидкие чернила. Ничего не стоит объединить эти два понятия. Я не понимаю, как Трубецкой с его гениальной способностью классифицировать все на свете не догадался такого простого ответа. Поэтому, читая списки «Оля», обнаруживаешь, что да, кое-где проходит, но даже если отвлечься от того, что не проходит, все равно замечательно, потому что много таких слов, не все, но все никогда не получается, но много, много лучше, чем это у других. Поэтому что-то в этом есть. Но допустим, мы до всего докопались. Что же дальше? До чего же мы докопались? Что такое тот язык, тот начальный язык, с которого все началось? Мало того, что мы не знаем, когда этот язык начался. Мы даже не можем определить, что мы определяем, что мы хотим. Это язык синтаксиса или язык выкриков каких-то, что-то такое вроде четырех элементов Мара. Между прочим, безумцев такого рода было не так мало. Поскольку я, как я вам сказал, читал абсолютно все о всех словах всех языков, то я был с изумлением и увидел, как много людей восстанавливали марийские корни, только не такие четыре. Причем интересно, что основными безумцами были не профессионалы-лингвисты, а врачи. И они постоянно писали работы по языкознанию и придумывали вот такие начальные корни. Совершенно сумасшедшие. У меня есть даже маленькая статья на тему этимология и безумия. Что-то вроде статьи, которые можно было бы написать о Блейке, о Чурлёнисе, о ком угодно. То есть... Ну да, ну да, на более примитивном уровне. То есть, такая вот связь гениальности и совершенного вздора. Так вот, допустим, мы докопались до начала. В чем же наша цель? Цель почти всегда, даже и у Элли, которого я нежно люблю, хотя и видно, что много глупостей. Это восстановление список корней типа хоп-хоп-хоп-коп-коп-коп и так далее. Идеалом этой работы является словарь Вальде Покорного. Словарь, который выходил, который, наверное, всю жизнь писался Вальде, Алоисен Вальде, и который вышел в 1929-1932 году. Индоевропейцы, здесь словарь этот знают очень хорошо, это словарь индоевропейских корней, в котором тысячи таких слов. И что это за корни? Вот несколько примеров просто. Вот есть корень пер, который имеет семь амонимичных вариантов. Вперед, насквозь, это первое, что нам приходит в голову, всяческие пер, пер иллюстрации всяческие, пер, вести за собой детеныш животного, ударить, вообще говорю, любой корень означает ударить, как я заметил, рискнуть, обменять и продать. Вот что это за корни, которые вот так вот пер, они что, существовали отдельно от слов, или они выделены лингвистами, что люди хотели ударить друг друга и говорили пер, пер, или когда они говорили, они говорили пер, пер, ну, с облаутом, конечно, пер, пор, естественно, из нулевой степени, пр, 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 то есть, что они говорили в таких случаях. Это остается не вполне понятным, корни эти имели колоссальное влияние на индоевропейстику, и в них тоже что-то есть, во всем этом что-то есть, но дело пошло совсем плохо, когда появился великий шведский лингвист Пер Персон, и, и, и от этих корней еще отрезал последнее согласную, которую он назвал детерминантами, детерминантами или расширителями, Erweitungen, и вот эти расширители, то есть, уже корень не просто, там, скажем, перк или перт, но он уже стал иногда даже двубуквенным, и целые списки слов, от которых, тем больше ампутируешь такой корень, тем, конечно, абстрактнее становится значение. Эти корни, идеал и мечта реконструкции, абсолютно нереальны, и тут у нас у всех двойственные отношения, уже Майе прекрасно знал, уже это знали первые читатели этих корней, что это что за корни, люди ими когда-нибудь изъяснялись, ведь к корню можно отнестись по-разному. Тот из вас, кто что-нибудь еще помнит из школы пятого класса, наверное, помнит, что такое корень, это общая часть родственных слов, а что такое родственные слова, это слова, у которых один и тот же корень. Вот и вся, вот и вся историческая лингвистика, в сущности, если так отнестись серьез, значит, определить корень-то никто не может, единственный способ, и это хорошо знали великие лингвисты, типа Бартоломе, Баккернаголи и так далее, это то, что мы пытаемся отсечь, то есть отсечь суффикс, и то, что все еще сохраняет какое-то значение. Беда перперсоновских корней в том, что вот эти расширители, они нефункциональны. Лингвисты могут работать только с функциональными элементами, то есть с чем-то, что имеет значение. Дальше идут фонемы, но вот с фонемами-то, от фонем-то и никто не требует никогда никакого значения, кроме звукового символизма. А эти расширители не являются никакими функциональными элементами, просто буквы, и они есть великий соблазн, потому что если взять их за основу, то многое получается, но многое получилось и у Мара. Почитайте даже людей самых талантливых, возьмите старый сборник от Ристани и Изольди семантическими пучками, возьмите такого очень способного человека, как Франк Каменецкий, но читаешь сейчас, ну видно, что способный человек и грустно, господи, ну как можно потратить жизнь вот на такие пучки, ведь это можно что угодно объединить с чем угодно, а все равно видно, что талантливо, поэтому не очень ясно, что восстанавливать, хуже всего дело обстоит со сленгом, но сленг очевидно не правильно европейский, это всякому ясно, я плохо знаю русский сленг и вообще плохо понимаю по-русски, когда слышу его сейчас, поскольку он находится на таком уровне, который не пелен над моей колыбелью, и поэтому с величайшим трудом понимаю, что от меня хотят, даже в самых простых случаях вдруг я слышу какие-то слова, мне говорят, что мне обеспечат трансфер, я это перевожу на английский язык и только тогда я понимаю, о чем идет речь, мне сообщают, что меня будут встречать на ресепшене, я тупо смотрю на это слово и думаю, где же они будут встречать, ах, вот, где они меня будут встречать, то есть пока я не переведу это назад на английский, я с трудом понимаю, что мне говорят, но в основном потом я уже наоборот перевожу и начинаю ну что-то получается, да, потому что какие-то какие-то индоевропейские расширители все-таки там возникают, но сленг явно не проиндоевропейский, он возникает по каким-то совершенно неясным законам, это же поразительно, что чем древнее слово, тем лучше мы знаем его этимологию, вообще лучше всего реконструировать языки, о которых ничего не известно, потому что там ну поставишь звездочку и все, а вот когда надо реконструировать что-то, что было в 18 веке или в 15 веке, там звездочками не отделаешься, а теперь когда вставляют ларингал, очень часто автоматически первый ларингал, второй ларингал, третий ларингал, есть и горячие головы у которых до 12 ларингалов, но для этого надо иметь горло совершенно невыносимого объема, чтобы произвести 12 ларингалов, но три можно, это мы знаем из семитских языков, три это нечто реальное, так вот, если посмотреть на этот современный сленг, то видно, что он возник из ничего, и это совершенно поразительно, то есть, что же мы знаем, а ничего не знаем в общем, кроме того, что есть некоторые совсем невероятные гипотезы, а есть более реальные, весь непросвещенный мир, то есть, скажем, средние века, я специально не называю античность, которая успела развиться таким образом без тлетворного влияния образца, то есть, средние века целиком шли за латынью, а античность развивалась изнутри, то если взять непросвещенные и средние века, то всякому было ясно, что знак никогда не бывает условен, они бы Сосюра принесли в жертву какого-нибудь богу и правильно бы сделали, потому что, ну как же произвольный знак, когда всем известно, что все что-нибудь значит. Речь шла, следовательно, речь непросвещенных элементов была абсолютно ясна. Что же мы знаем сейчас? Был ли язык изобразительный на своих истоках? Да, наверное, но на одном критерии точно не выйдешь, на языке, которым говорили 40 тысяч лет или полмиллиона лет тому назад тоже не выйдешь. Что-то есть в гипотезе Оля, и мне кажется, что если говорить об этом всерьез, то сделать надо только знаменитый, вот те, кто помоложе, те уже, наверное, не знают слово ревизионизм, и поэтому для них это слово не жупил, и они не содрогаются, когда его услышишь. Но вот был такой знаменитый ревизионист Бернштейн, который сформулировал тезис, движение, все, цель, ничто. Вот мне кажется, что в этом разделе лингвистики именно так и происходит. Очень интересно, стоит этим заниматься? Достигнем чего-нибудь? Нет, ничего не достигнем. Но, в общем, заниматься этим стоит. Стоит такую кафедру держать? Безусловно. Стоит диссертации такие писать? Вне всякого сомнения. Но какой-нибудь вывод сделать можно? По-моему, можно. И мне кажется, что изобразительность языка сродни изобразительности поэтического текста. То есть, возьмем различия между поэтом и литературоведом. Литературовед читает какую-то строчку и говорит, я вот знаю, почему мне эта строчка нравится. Прекрасная литерация. А если взять наиболее радикальный вариант и капсоновскую грамматику поэзии и поэзии грамматики, то все идет в дело. Вот в этой строчке столько-то переходных глаголов, а в этой столько-то непереходных глаголов. В первой строчке это, даже если взять только один-единственный текст, знаменитый анализ Санета Бодлера, который самый знаменитый из всех его текстов, все остальное пошло уже по нисходящей линии. Но если взять действительно гениальную статью, причем сам и капсон доказывал это необычайно убедительно. Все идет в дело. Вот в первой строчке одни открытые гласные, а в второй строчке одни закрытые гласные. Ну не может же это быть случайно? Да, наверное, не может. Ну что же, Бодлер считал открытые гласные или переходные глаголы? Ну нет, конечно. А что же делал Бодлер? А он делал то, что делают все поэты. Он бормотал, так я думаю, не то, что сохранились мемуары Бодлера, но я так думаю, он бормотал строчку и говорил, что мне эта строчка не нравится. Это плохая строчка. А вот если я возьму этот глагол или это слово, то строчка оживет. Она была мертвой. А почему она живет? Наверное, потому что там был открытый гласный вместо закрытого. Или потому что вот переходный глагол здесь как-то убивает насмерть, а непереходный делает строчку расплывчатой. То есть речь идет о реальных вещах, но о реальных вещах, неосознанных творцом. Поэтому делать это вот таким деревянным способом, стеклянным, оловянным, каким хотите, где бы там ни было 2N. Так вот, делать это деревянным способом, вот таким образом, что вот тут звукоподражание, а тут только толстый, тонкий и прочее. Видимо, не стоит. Но, видимо, тот человек, который стал homo loquins, и который стал говорить, он как-то реагировал на производимые слова. И говорил их так, что одно слово ему нравилось, другое не нравилось, а некоторые были более-менее нейтральны. Все равно примерно, как было сказать. И это, возможно, реально. То есть этот вывод, который гораздо слабее любой сильной гипотезы, оправдывает это движение, даже если цель недостижима. То есть если сформулировать это совсем простым способом, то человек, творящий речь, был, видимо, сродни любому другому человеку, который ничего не делал зря. То есть ничего не делал совершенно бессмысленно. Но импульс этот уловим с трудом. И с трудом поддается учету. То есть был изобразительный язык в своих истоках? Был, наверное. Как именно он был? А вот так, как нравилось говорящему. Ну, примерно так, как в известном рассказе Учуковского от двух до пяти. Девочка спрашивает маму, как ходит трамвай. Многие, наверное, эту историю помнят. И мама говорит, вот видите, вот рельсы, вот тут мотор, вот тут провода, вот так и так. Девочка терпеливо слушает и говорит, нет, трамвай ходит не так. Ну, а как же ходит трамвай? Трамвай ходит день-день. Вот я думаю, что вот так примерно происходило и с языком. То есть он ходил не на таких каких-то строгих проводах, но день-день звучало в том или ином виде. Поэтому на вопрос, который я поставил в начале, я скажу, да, был. Даже если нам, историческим лингвистам и этимологам, не вполне удается понять, как и где. Что-то было. Поэтому кафедры закрывать не стоит. Ну, вот, собственно, все. Аплодисменты, аплодисменты. Огромное спасибо, Анатолий. А сейчас несколько вопросов. Да, да. У меня не вопрос. Дорогой Анатолий, я хочу вам возразить существенно. Как я и знал. Потому что та точка зрения, которую вы достаточно осторожно и разносторонне осветили, она, к сожалению, вымостила путь к хамскианству, которое вытеснило сравнительно историческое языкознание, которое довольно славно начиналось в Америке, а потом превратилось в пустыню, заменившись вот этой вот абсолютно тупиковой и, ну, я бы сказал, идиотской хамскианской теории. На вопрос Казау Гинзбурга был ли язык изобразительный своими стоками? Ответить можно только одно. Так как его поставил Газов Гинзбург, на него ответить нельзя. По очень простой причине семитские языки не возникли у превращающихся в человека-обезьяну. Семитские языки возникли в конце пятого тысячелетия до нашей эры. Просемитский язык распался на разные дочерние языки. Поэтому говорить о изобразительных истоках прасемитского языка это то же самое, что говорить об изобразительных истоках правосточнославянского языка, например. Ну, смешно, не сравнивая это с другими славянскими, с индоевропейскими. Значит, насчет того, что все вместилища КБ и КП. Значит, в семитских... Я с моим коллегой Ольгой Валерьевной Столбовой делаю много лет базу афразийских языков. Там много тысяч, десятка тысяч корней. Есть корни с действительно КБ и КП сосуд, а есть КВ, а есть РМ, и есть чего угодно. Поэтому говорить о том, что все корни, все сосуды это КБ и КП, это значит совершенно не быть в ладу с фактами. Насчет хронологии и вообще перспективы всего этого дела. Есть единственная возможность, единственная, когда-то докопаться до истоков человеческого языка, то есть до единого проязыка человечества, это последовательно вооружившись совершенно нормальным стандартам, сравнительно историческим методом, которые довели до какого-то уровня младой грамматики, который продолжает развиваться и в который очень большой вклад сделал умерший несколько лет назад, гениальный лингвист, лучший лингвист исторический в мире, Сережа Старостин, Сергей Анатольевич Старостин, который работал в этом университете, идти последовательно реконструируя разные стадии проязыка, уходя вглубь. И должен вам сказать, что по поводу хронологии, что сейчас более-менее реконструировано несколько проязыков крупных языковых макросемей. Это проапразийский, просемедохамедский, проностратический. Там много дыр, там еще много проблем, но тем не менее в основном они реконструированы проавстрический, австранизийский и австротайский и про сенокавказский. Макросемья, которую создал и доказал ее существование Сережи Старостин. И эти макросемьи сводятся безусловно к одному проязыку и к предку. И это примерно уровень, каждый из проязыков, каждый из этих макросемей примерно сейчас датируется десятым тысячелетиям до нашей эры. И их общий проязык датируется примерно четырнадцатым, тринадцатым. Мы можем сказать, что мы довольно скоро в течение ближайших пяти, десяти, я не знаю, лет, мы дойдем до того про-афро-евразийского уровня, когда будет реконструирован основной корневой фонд. Я думаю, что где-нибудь по тысяче общих корней. В них, конечно, будут амонимы, но тем не менее, эти амонимы различаются, различаются вокализмом, возможно, различались тонами. Так что, не все так безнадежно, как вы об этом говорили, это вполне нормальное движение единственной на самом деле более-менее точной лингвистической науки, которая называется сравнительно-историческое заказнание, в которой есть абсолютно точная часть звуковых соответствий и гораздо более туманная, к сожалению, часть это историческая сравнительная семантика. Тем не менее, в ней тоже нащупываются некоторые ходы и некоторые приемы, которые позволяют ее делать более доказательной. А все остальное, звуковой символизм, звукоподражание и так далее, вот когда мы дойдем до, а когда-нибудь мы до него не дойдем, просто не хватает ни рук, этим мало кто занимается, это вытеснено хомскианством, структурализмом, хомсуферианством, тем всем, но те небольшое количество профессиональных людей, не сумасшедших, которых тоже много в этой области, а людей, которые профессионально работают, в разных языковых семьях, все-таки мы доведем это дело когда-нибудь до того уровня, который, я думаю, будет датироваться какими-то там 20-м тысячелетиям, и тогда, реконструировав основной корневой фонд про языка, мы сможем говорить, какой процент слобозвукоизобразителен, в каких можно найти символизм, пока мы этого не сделали, это все абсолютно разговоры в пользу бедных. Спасибо. Поскольку у меня нет никакой определенной точки зрения, то я, конечно, с вами согласен и вообще с кем угодно согласен, поэтому все в порядке, у меня есть такое деловое предложение, когда будем праздновать 85-летие Вячеслава Всеволодовича, мы вернемся к этому вопросу. Спасибо большое. Еще один вопрос, один вопрос, только мы просто выходим из графика. Я хочу с другой стороны взглянуть, если мы будем обращаться не в пиабо истоку, а в собственно изобразить его выступление языка в конкретных языках и возьмем те же деманские глаголы на пол, и вспомним глагол на просто равнянгийский, в которых писалось брехан, из-за чего дало хорбинский ик, а также вспомним преднецландские глаголы, как называемые председатели 2-го класса слуга и ступа «Стасать и хлебать», можем ли мы говорить, что существует некая аттракция внутри слов. Здесь и движение, где не безотносительно может быть какого-то прообраза, как он ведет в двухопотражанию, но аттракция, которая объединяет свою группу по значению и осуществляется методом экспрессуальной языка, техникупсерация или вверху. Я думаю, что ответ «да». Конечно, внутриязыковая аттракция ничто ей не противоречит. Хорошо. Спасибо большое. Итак, дорогие друзья, сейчас у нас перерыв. «Разборка» «Разборка»